Доброе утро, дорогие друзья. Итак, опять недельная глава Лех-Леха. Несколько слов о Дздаке, о помощи людям, о том, что мы должны со своего заработка как минимум 10% отделять на том, чтобы кому-то помогать. Дело в том, что наш мир это такое бурное море. Множество опасностей окружает человека. И волны вот эти вот мировые, они могут унести человека вдаль Тора. Вот заповеди, это корабль, в котором человек может скрыться от опасности. Если человек совершает какие-то преступления, грехи, то он как бы вот этот огромный мировой корабль немножко ломает. И волны могут его утопить. Однако, если у него будет спасательный круг, он сможет спастись, даже если корабль разрушен. Вот заповедь вот этой вот помощи, заповедь Дздаке, заповедь помощи людям, это спасательный круг человека в этом мире. Все заповеди не помогут ему, если его грехи привыкают заслуги, написано в Каббале. И только заповедь Дздаке выделяется тем, что она способна спасти его, даже если написано человеку, вынесен уже суровый приговор наверху. Большинство штрафов, денежных потерь вообще постигают человека за то, что он далек от благотворительности. Нам что-то выделено, если мы не делимся, если мы не выделяем с этого 10%, а человеку отмеряется заработок на год, себя все равно получают. За счет штрафов, за счет болезни, за счет недавием, мало ли чего. Но никогда не будет такое, что Бог ошибся в своей бухгалтерии. Это мы можем ошибиться. Это заповедь очень многогранная. Это мощнейший воспитатель человеческой души еще. Потому что каждый раз, когда мы отрываем что-то от своего заработка и отдаем, мы очень сильно воспитываем свою душу. Мы очень сильно ей помогаем. Возьмем, к примеру, заповедь вот этой помощи нуждающимся. Вообще, в чем смысл этой заповеди? Если смысл в том, чтобы покормить бедных, то почему Бог сам не может это сделать? У него что, недостаточно денег? Ему что, надо непременно использовать наши средства? Ответ в том, что Всевышний построил так мир, что хочет дать заслугу человеку. И поэтому, когда он делится чем-то, помогает нуждающимся. Когда знака приносит ему пользу, в первую очередь, самому и человеку. Поскольку в заслугу этой заповеди мы приобретаем долю в будущем мире и многие другие блага написано в Кабале. Не за счет чего-то, за счет этого. Есть объяснение Рамбаму в Перкеевод, в трактате. Что он пишет? Если у человека есть тысячу монет, надо сдать, что лучше? Дать все деньги одному человеку или раздать по одной монете тысячи нуждающихся? Что лучше? Логика человека показывает, наверное, лучше дать тысячу, человек хоть что-то купит на них. Я знаю, что-то приобретет себе, это реально ему поможет. А что ему даст одна монетка? Ничего. Однако Рамбам говорит, что все наоборот. Лучше дать по тысяче раз по одной монетке разным людям, из-за того, что в этом случае человек тысячу раз воспитывает в себе качество дати. Тысячу раз совершает действия, улучшающие его душу. А если он пожертвовал всю сумму одному человеку, то совершил добро только один раз. Хотя это и более сильное средство. Это прекрасное подтверждение тому, что заповедь не для нуждающихся, о которых действительно Всевышний мог бы позаботиться напрямую и без нас. А для человека, который посредством вот этих действий улучшает свои качества. Вот это вот понять надо попробовать. Это настолько важно, что Каббала рассказывает нам, что если вы потеряли деньги, если кто-то нашел бедный человек, то вам это засчитывается как помощь нуждающимся. Вдуматься надо. Надо вдуматься, вот эта специальность, мы случайно потеряли, и тем не менее засчитывается. Почему? Потому что эта заповедь поднимает, она большая, от человека до небес. Более того, есть такой закон. Если вы присвоили чужое, и не можете найти тому, кому это принадлежит, следуют деньги на общественные нужды, например, там учебные заведения, где учат духовные вещи. Основная идея такого поступка состоит в том, что прежний владелец вещи получит пользу от этих средств, потому что то, что потрачено на общество, имеет отношение к каждому его представителю. Понимаете, даже вообще случайность и та влияет на нас в положительную сторону. Надо приносить пользу людям, надо помогать людям, надо быть полезным хоть для чего-то на земле. Надо быть полезным Богу, чтобы, можно сказать, я соучастник творения, я чем-то важным занимаюсь, я помогаю кому-то. Не важно, пусть микроскопическим вопросом какой-то, маленькую величину. Где-то кому-то улыбнулся, где-то кому-то помог, где-то перевел через дорогу, где-то потратил пять своих копеек, чтобы помочь кому-то, удержался языком что-то низкого плохого. Во всех этих случаях ты становишься соучастником Бога. Если ты вернул, кстати, о пропаже, если ты вернул пропажу. Во-первых, надо возвращать обязательно, а во-вторых, чтобы никогда не быть жадным и вредным, чтобы не придираться людям. Расскажу быстро короткую историю. Один богатый человек потерял кошелек с тысячами монет. Золотые монеты, очень переживал, сообщил, что каждый, кто найдет, получит половину. Один битак нашел и приносит, говорит, вот. А жадный вот этот богач решил не отдавать. И сказал, что, слушай, там было две тысячи монет и еще и бриллиант. Ну, вызвали в суде, судья понял ситуацию, разобрался и говорит. Потерпевший утверждает, что в кошелке было две тысячи монет и бриллиант. Нашедший кошелек, если был непорядочным человеком, вообще бы не вернул его. Следовательно, это не тот кошелек, который потерян богачом. И поэтому все это имущество принадлежит бедному. Не надо, короче, слишком умничать и слишком быть жадно-привередливым. Дорогие друзья, от ЗДК спасали.